Тема, выдающиеся политики, поэты, это люди, которым не чужда была муза. В разной степени они пользовались ее благодеянием, но уже то, что люди обращались к чувству, к тому, чтобы выразить их образно, а не рационально, логически, это уже большое достижение. Это человека характеризует широко. И таким образом он проявляет себя не только как сухой канцелярский деятель, но и человек, понимающий душу. Он может найти слово нужное, он, как правило, оратор, как правило, хороший агитатор и пропагандист, и умеет работать с людьми. Тут еще, если еще сила характера и воля, тогда уже это получается идеальный выкладник. Так вот, я хотел бы сказать вот что. Еще у древних была традиция, обязывающая научные труды писать в стихах. В Западной Европе, которая раньше была поражена буржуазным духом, практической пользой, это высокая и очищающая храм науки от посредственности традиция была немного забыта. А в России она держалась дольше. Мы знаем, что стихи и музыку писал Иван Грозный. Прекрасным поэтом был Ломоносов. Он не просто поэт, он вообще законодатель, он создатель языка его, русского. Ну, что стоит одно выражение? Открылась бездна, звезд полна, безданных желаний, петь и пна. Это современный поэт. И то он позавидует, так сказать. Повторите, пожалуйста. Повторите, пожалуйста. Повторите. Открылась бездна, звезд полна. Открылась бездна, звезд полна, звездам числами, петь не дна. Это Ломоносов сказал. Бездан, звездам, звездам. Он был и гениальным дипломатом одновременно. Вот. Ну, вы знаете, Радищев. Тоже был и министр, и так далее. И еще. Прекрасные стихи писал Мао Цзэдун. Причем такого уровня, что это профессиональный, высокопрофессиональный уровень писания. Дальше. Джоэн Лай, Коши Мин, Кимир Стэн. Это восточная традиция. Но. Давайте обратимся к Западу. А что на Западе? Карл Маркс. Основатель учения, вы знаете, которое перевернуло весь мир. Увлекся поэзией еще на первом году обучения в Боннском университете. Где он по замыслу своего отца должен был готовиться к профессии юриста. Увлечение изящной словесственности было настолько глубоким, что юный Карл даже строил различные литературные планы. Перемежая их студенческими, франдерскими выходками. В кивнушках, в нарушениях ночной тишины города Бонна, и даже дуэлими, на что однажды поплатился карцером. Получив через год перевод в Берлинский университет, Маркс с удвоенной энергией начинает заниматься поэтическим творчеством. Именно в этот период созданы три тетради типов под названием «Книга песен». Ну вот, и «Книга любви», часть первая и вторая, которые предпосланы по священию. «Моей дорогой, вечно любимой Жене фон Фестпалин». Ну, как вы понимаете, это и жене. Иоганна Берте Юлия Жене фон Фестпалин. Очень длинное название. «Будущей жене из-под бизнесницы». Она хранила эти стихи всю жизнь и никому не показывала. Вот некоторые из них. «Связала нас незримо, навеки, нить одна, душа судьбой гонима, тобой окрылена, и что искал напрасно души моей порыв, дает мне дозькой и ясной улыбкой озарить». Вот стихотворение «Человеческая гордость». Жене, я могу смело сказать, что мы, любя, поменялись нашими душами, что пылая они бьются как одна, что их волны бушуют потоком. «Поэтому я с презрением бросаю перчатку в широкое лицо мира, и ничтожный инсполин рухнет со стоном. Но мое пламя не погаснет под его обломками. Подобный Богу я буду расхаживать и попытоносно ходить по царству развалин. Каждое мое слово станет огнем и действием». Позднее, давая оценку своим любовным стихам, Маркс писал, «Для того состояния духа, в котором я тогда находился, лирическая поэзия должна была стать первой темой, по крайней мере, приятной и близкой». Ну, однако поэтическому творчеству Карла Маркса было тесно в рамках любовной тематики. Конечно, он писал стихи о жажде знаний, о дерзновенных порывах души и так далее. Ну вот, сейчас я прочиту одно из них. Будет много стихов, я, наверное, даже буду приостанавливаться, чтобы вы их воспринимали. А то мы как простор насыщенный можем перебрать, как говорится. «Не могу я жить в покое, если вся душа в огне. Не могу я жить без боя и без бури в ум сне. Я хочу познать искусство, Самый лучший дар богов Силой разума и чувства Охватить весь мир и готов. Так давайте в многотрудной и далекий путь пойдем, Чтоб не жить нам жизнью скудной, Прозепяние пустом. Вот вермом постыдной лени Не влачить нам жалкий век И в дерзновении и в стремлении Полновластью человеку». Вот. И еще одно. «Что пляшет этот куст в смятенье диком, Что тянутся цветы с весенним ликом, Что небо синий изъебает свод, Что в облачной горе долина днет, Чуть шумными крылами воспарю я, Уж снова на столе лежу церковую. Впеляю ли очи я в ночной простор, С лучом звезды не может слиться взор. Потоки жизни мчитесь через дороги, Ломайте все приборы на дороге, Свободой золотой топенины. О, хаоса, безумные сыны! И снова взор мой полетел, как птица, Чтобы блаженно, наконец, забыться. Зачем? Зачем ему миром искать? Тогда в тебе он может мир обнять. Вы видите, как даже из этих стихотворений Его тематика охватывала широкий спектр чувств, Мыслей и переживаний. Возможно, если бы Маркс занимался стихослужением, Немецкая литература получила бы автора уровня В немуступающему таланту поэта Марселя Гервега, О творчестве которого сам Маркс писал следующее. Гервег гений и имеет перед собой великое увлечение. Но неумолимая судьба внесла свои коллективы в жизнь Карла Маркса В 1837 году от огорчения по поводу болезни Жени И собственной сложной духовной работы От грызущей досады Карл заболел, Сжег свои стихи, наброски, новелл и прочее И вынужден был улетать для поправки посохнувшегося здоровья На некоторое время за городом. С этого момента Карл Маркс забросил занятие литературы И всего больше не писал. А главным предметом занятия Маркса Стала юриспруденция, философия, позднее экономика. Ну, чтобы эту тему закрыть, Творчество Карла Маркса, поэтическое. Есть еще стихотворение Филитрика Эмбельса, подвижника Маркса. Ну, это величайший человек, Я знаю по практике изучения по трудовому, Изумительный слог у него был. Это не только капитал, трудно усвояемый. Тем более, вот контраст какие стихи, Легкие и много смысловые, и значащие. Вот, ну, Фридрих написал о Марсе. То трира черный сын с неистовой душой Он не идет, бежит, нет, катится лавиной, Отвагой дерзостной сверкает взор орлиной, А руки он простер, взволнованно вперед, Как бы желая вниз обрушить небо свод, Сжимая кулаки силач неутонимый, Все время нечется, как бесом одержанным. Так, теперь, вот, начинается полиски. Спокойно, спокойно, чем спокойно, чем лучше. Переживайте, а то я тут напечатал столь то, трудовый. Так. А у меня двух, которые не были, там не хватает. Я поняла, красиво. Теперь. Вы знаете, что Владимир Ильич Ленин Стихов не писал, не понимал их об этом, Он прямо говорил, открыто признавался, И, говорит, я даже строчки не могу написать. Но он написал такие строчки по этической. Вот она. Шуши у подножия Саяна. И пошло. На окошке. Дальше не знаю, что было. Хорошо. Он даже не писал. А там же сколько у него, 75 того, как мы мучили, мучились. Вот. Огромное количество. Так, а теперь я бы перешел вот что. Целая глыба, это Иосиф Викторионович. Но до него я хочу пройти некоторые имена. Вы знаете, Адольф Гитлер, он был живописцем. И сейчас его картины продаются за миллионы долларов. Вот он занимался еще архитектурой и так далее. Вот у него стих есть. Внезапно в горькой ночи вижу вот она, окруженной немым сиянием, Выковывая связь с таинственными силами. Луна в своем магическом колдовстве чертит луны. Все, что в течение дня было полным грязи, Стало ничтожным перед магической формулой. Так, поддельное, отделилось от подлинного, А я нахожусь перед связкой мечей. То есть он же ощущал себя над миром, сверхчеловеком. И вот он, будущий его... Переводы. А чьи переводы? Да. Вот тут я не видел, чьи не нашел. А Муссолини тоже писал, что вы думаете. Станет написал Муссолини. Бенито. Беня. Беня, да. Смеялись берега в цветах невинных, И в изумруде бархатистых трав Весна их напоила из кувшинок, Реки хрусталь сверкающих отдав. Смеялись берега, синили дали, Она пришла, и песня полилась, Цветы, росою мывшись, улыбались, И блестками играли, как алмаз. Смеялись берега, И вновь звенела очарующая музыка весны, И вновь она душе о счастье пела В налитой солнцем в сказочной долине, И были звуки нежные, слышные Твоей мелодии о Бокерине. Это изданал в 94-м году, в Вене. Каком таком? В 94-м это напечатали просто. Бокерине любится, западкирине такой? Так, а теперь я перейду к Мао Цзэдуну. Это большой поэт Мао Цзэдун. Кто он, я не буду рассказывать, Но вот что важно, Что он очень хорошо усвоил поэтику Китайскую, Восточную. А там такие сложности, Ну, сам иероглиф настолько многоозначен. Там он и выражает и целые предложения, И смыслы, и оттенки, и все. И это он настолько воспринял гармонично, Он был очень начитанный языком, Но он знал, и увлекался литературой, Театром и так далее. Одной из особенностей произведения Цзэй, Вот он, произведение Цзэй, Были, это, Цзэй, Является то, что текст, как правило, Составляется по определенным мотивам, По песенным мелониям, По музыкальным ритмам. Такое произведение должно состояться Из определенного количества Иероглифских знаков, Слов, слогов, Числа строк, строк, Должны учитываться тональность Каждого иероглифа, Рифма, строение рифмы, Особенности словосочетания. Ну, в общем, сложные ищель вещи. Старый поэтический стил, Многосложный, трудный, Мао Кзэдун отмечает, Он не хотел официально Опубликовать шлистика, Они по старому стилю были написаны. Но он настолько совершенствовал Этот подход, Что его стихи, Ну, по единодушному мнению, Профессионалу Заслуживают высокой оценки. Они насыщены необыкновенно Большим и общественным содержанием, Идейностью, уверенностью В торжестве революционных идей. Ну вот, значит, Я бы хотел Несколько его стихотворений прочитать. Так, ну вот, например, Медицин-Амертий Солнце поднимается Над парадным плацем. Как же вы красивы, Стоя на плацу, Стройные, литые Дочери Китая В новых гимнастерках. Форма вам к лицу, Золотые лица, Выдержка и воля, Длинные винтовки Женского полка. Дочери Китая Носят гимнастерки, Смело отвергая Яркие пшелка. Перевод хороший. Ой, тут масса переводчиков, Ну, в частности, Вот, Сатановский, Потом Николай Асеев, Пастерна, Переводил Тарковский. Вот такие переводчики. Так, теперь, На нашей маленькой планете Еще так много паразитов. Они жужжат, Они летают, Они залазят на деревья И похваляются размахом Паразитических владельцев. Для паразита так легко сказать, Что он венец природы. В Шанхае ветер гнет деревья, И стрелы столов в вышине. Тысячелетие так долгие, Нам будет дорого каждый день. Тебя четыре океана, И тучи нагоняют дождь, Пять континентов содрогает Небесный травитный огонь. Еще так много нужно делать, Земля вращается быстрее, И мы становимся сильнее, Смывая грязных насекомых. Вот так. Я думаю, это в скорой радиосмосе Тарвуках, Они же воробьев, помните? О! И их ему было бороться с насекомыми. Насекомыми. И они нашли выход. За валюту покупали воробьев за рубежок. Да, да. Это факт. Они же, там же, Миллионы народу, Они били глопушки, Пресчетки бедные воробьи, И талии бабочки. Они посчитали, Что воробьи съедают много риса. Да, да, так они думали. Стребили воробьев, Потом насекомые, Чуть их не сожгли. И тут стихотворение. Ой, так. И никого не выдастся. Ой, Господи, знаете что? Вот еще интересный перевод Николая Асеева. Три стихотворения в 16 слов. В горы. Я в седле, Ледь в руке, Скаку на ноги. В горы. Вверх взгляни, Достанет рукой Голубые просторы. В горы. Как во мнение морского, Крутые валы и повторы, Словно конницы вздымленной, В яростной битве стесненной заторы. Заторы. Горы. Их вершины лонзились небесные, Синие взоры. Небо падало вниз, Но его вершин поддержали опоры. Так, значит, Я уже, Еще последнее его Достанет. Великий поход. Оно значное. Для армии красный Не страшен поход, Что тысячи репьи На скалах придет. Пять кручей, Как волн Невысоких взлет. Умынские. Сережа, не торопись, пожалуйста, Не успеваем текст этот вобрать. Все, будете тише. Что здесь? Нет, нет, нет. Для армии красной Не страшен поход, Что тысячи рек И на скалах лед. Пять кручей, Как волн Невысоких взлет. Умынские горы Она пройдет. Зиньяна С пути Волной не собьет. Мост Далу Стужей Стальной Не прожжет. Хребет Меньшань Снега Позади На наших Лицах Радость Цветет. Стихотворение Написано В жанре Рщи. Старинный Поэтический Размер Именуется Сигюль. Стих Строго ограничен Большими строчками Сигюль Герман На Акментарной Срочкой. Стихотворение Мало Написано Во время Легендарного Великого Похода Частей Китайской Красной Армии. Великий Поход Это Беспримерный Поход Красной Армии На Северо-Запад В 1934-1935 Годах. Во время Которого Пришлось Прорвать Четыре Заградительные Линии Гаминтарной Гаминтарной Больши И в непрерывных Боях Пройти Через Провинции Дзенци Гуадун Кунан Куанси Гунчжоу Покрыв Расстояние В 12 С лишним Тысяч Километров Красная Армия Во главе С Мао Цедуном Пришла На территорию Существовавшей На севере На севере Западе Революционной Базой Ставшей Затем Одной Революционной Базой Которая Получила Название Паренчного Района Ну и так далее Вот это был Поход Не виданный В истории Он был Галашатой Агитатором Он был Деятель Как сказал Мао Вот так Значит Мао А теперь Давайте То что я Обещал Да Вот Осип Сталин Вот что получилось Ну Сталин Был Семинаристом И в 1895 В Номере 123 Журнала Иберия Было Опубликовано Стихотворение 16-летнего Аниосифа Джугас Утром Редактор В выборе Не ошибся Через 21 год В 16-м Году Педагог Яков Гоги Башвили Издает Грузинский Буквар Родное Слово Деда Эна Который Открывался Именно Этим Стихотворением Юного Сталина Ну Что же Вот Это Утро Я могу Прочесть Ветер Пахнет Фиалками Травы Светятся Розами Все Вокруг Пробуждается Озаряется Розами И Бевец Из-под Облака Все Живое И Сладеснее Соловей Нескончаемо С миром Делится Радостью Как ты Радуешь Родина Красоты Своей Радугой Так Каждой Работаю Должен Родину Радовать Да Ну Стихотворение У него Второе Второе Тариф Ни 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 Опубликовано В 1996 Году Включено Келенберидже Пособие По теории Словесности Даже так Под названием Грузинская Христоматия Или Сборник Лучших Образцов Грузинской Словесности 16-летний Автор В этом возраст Он еще не был Генерализм Он Понимаете На печатном На уроженском Было Признали Платвики Вот в чем Дело Вопрос Когда признали 16 лет А Маоц Зыду Понятно Что Китайские Критики Да Но там Другое дело Ну Ну что Сказать В юности Многие Мечтают Стать поэтами Но растеряв Запал Стремление Публиковаться И прославиться Смиряются С поражением Зрелые Вовы С улыбкой Вспоминают Свои Домороченные Биржи Иосиф Джавашвили Не был Стихотворцем Неудачником Не мечтал О поэтическом Призвании Не мечтал Но он Был поэтом Был признан И отмечен Как поэт На заре Туманной Юности Ему охотно Предоставляли Свои страницы Грузинские Газеты И журналы Значит Лучших не было Причем Представляли Черчеватцы Классик Вот Сам он Граф Князь Вот И Впрочем Будущность Высокую Если бы Было Обубликовано Где-то Шесть Тихотворений Которые Нашли Фактически Их было Не менее 22 Где-то Безвозвратно Потеряны Потому Что Сам Викторион Относился К этому Роду Своей Деятельности Ну Что Лишь Весьма Спокойно Потому Что Наверное Он Понял Вы Поэтому Это Огромная Тяжесть Такая Тяжесть Судьбы И Как Говорится Потом Получит Неблагодарность Потому Что Они Как Правило Игонимы И Кончают Жизнь Рано Вот Он Выбрал Путь Революционной Борьбы Там Боже Там Прямо Знаешь Что Тебе Надо Делать Да Вот Вот Вам Ещё Почитаю Из Сталина Из Сталина Да Вот Сталина Старик Неника Постарел Наш Друг Неника Слоген Злою Сединой Плечи Мощные Поникли Стал Беспомощным Герой Вот Беда Когда Бывало Он С неистовым Серпом Проходил По полю Шквалом Сноп Палился За Снопом По Жневью Шагал Он Прямо Отирая От С лица И тогда Беселье Пламя Озарял От Молодца А теперь Не ходят Ноги Знаю Старость Ни Сидит Всё Лежит Стоит У Боги Внуком Сказки Говорит А вот Ещё Одно Из Пророческих Говорят Стихотворений Тоже Того Времени Шнадцатолетние Вот Это На манер Пророков Наших Классиков Лермонтова Пушкина Шёл Она Дома К дому В двери Чужие Стучало Под старой Любовой Пандуре Нехитрый Мотив Звучало Напели Его И в песне Как солнечный Луч Чиста Жила Великая Правда Божественная Мечта Сердца Превращённые В камень Будил Одинокий Напев Дремавший В потёмках Пламень Взметался В бывших Дерев Но люди Забывшие Бога Хранящие В сердце Тьму Вместо Вина Отраву Налили Чашу Ему Скажали ему Будь проклят Чашу И спей До дна И песня Твоя Чужда Нам И правда Твоя Не нужна Дина Редактор субтитров Субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова